МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе Биг Бен на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-3-2-99. Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы встретились за чашечкой чая, чтобы рассказать вам о самых интересных событиях и людям. Ну а начать нашу сегодняшнюю программу я предлагаю с рассказа об удивительном месте, которое спряталось практически в самом центре нашего города. Рязанская городская станция юных натуралистов. Многие ли вообще знают о ее существовании? А мы решили узнать, чем занимаются на станции. Шумные улицы, надоевшие машины. Кто бы мог подумать, что стоит сделать всего несколько шагов, и ты окажешься в невероятно красивом саду. Яркие цветы радуют глаз, а плодовые деревья дарят прохладу. Нет, это не парк и не сквер. Это городская станция юных натуралистов. Круглый год сюда приходят школьники, чтобы познакомиться поближе с природой и ее обитателями. Ведь помимо невероятно красивых цветов и растений, которые выращиваются не только на улице, но и в теплице, на станции юнатов есть живой уголок, в котором живут различные породы декоративных кроликов, морские свинки, черепахи, попугаи. Приходящие сюда на экскурсию ребята могут не только посмотреть на них, но и пообщаться или даже покормить. Есть здесь и любимцы публики. Например, вот этот ангорский кролик Степка. Родители купили его для своего сынишки, а у того оказалась аллергия. Так что теперь Степан живет здесь, но по всему видно, что это домашний питомец. Я, когда первоначально начала с ним работать, я подхожу, открываю клетку, и кролик просто прыгает на ручки. То есть он очень любвеобильный, и он обижается, когда ему не хватает внимания. То есть вот когда, допустим, я ухаживаю за другими кроликами, вот, он начинает злиться, нервничать, то, что к нему не подходит, что ему нет должного внимания. Особой популярностью среди посетителей пользуются и шпорцевые лягушки. Дело в том, что они очень оригинально питаются. Они едят как человек. То есть, собственно, когда им... То есть мы кормим их пинцетом, вот, и лапками, они, то есть лапками берут червяка и вот такого-то кушают. То есть пока они его не съедят, они не отпускают. Правда, нам не удалось увидеть их трапезы во всей красе. Лягушки оказались сытыми. А вот китайский трионикс с удовольствием полакомился, не стесняясь наших любопытных взглядов. Все это немалое хозяйство станции юных натуралистов требует внимания, ухода и заботы. Сейчас большая часть работы выполняется трудовыми отрядами. Они формируются из школьников, которые устраиваются сюда на лето по договору социального найма. Кто-то из ребят попадает сюда случайно, другие идут на станцию целенаправленно. Ведь такая работа многим приносит удовольствие. Я сюда пришел, потому что как бы это очень хорошее место. Здесь много, так сказать, природы. Здесь много ребят, можно пообщаться, найти новых друзей. Тут есть живой уголок, можно со зверятами, так сказать, поиграть. Работа ребят заключается в прополке грядок, поливе растений, уходе за животными. Можно сказать, что здесь осуществляется первичная профориентационная проба. Ведь после этого многие мальчишки и девчонки решают поступать в Агротехнологический университет. Кроме того, на станции ЮНАТО в круглый год проводятся различные праздники, конкурсы, слеты и другие мероприятия воспитательного характера, которые не только развивают детский кругозор, но и прививают любовь к природе. Молекулярная кухня. Наверняка многие о ней слышали, но мало кто знает, что представляют из себя ее блюда. На днях московский повар в одном из рязанских ресторанов угощал гостей необычными яствами. Молекулярная кухня может быть и нова для нашего города, но вот, например, в столице ее блюда уже стали невероятно модными. И еще бы, она обещает мороженые селедки, взрывающиеся на языке борщ, спагетти из холодца и много других невероятных, а где-то и странных с нашей точки зрения блюд. Однако это действительно съедобно. Более того, многие утверждают, что это еще и вкусно. Тем временем повара, приверженцы этой кухни, говорят, что они вовсе не пытаются накормить публику откровенной бессмыслицей, уж тем более не хотят шокировать консервативных гурманов. Просто их искусство основано на физике и химии. Вообще, молекулярная кухня, она подразумевает под собой нестандартное, так сказать, вмешательство в продукты. Нестандартное приготовление формы, ну, как я повторюсь, там, пенки, всякие, не знаю, там, безе делаем, потом мармелады из различных... Вот сегодня я буду представлять мармелад из свеклы. Ну, и так все в этом духе. Иван Малышко, бренд-шеф ресторана «Бифранча», приехал из Москвы, чтобы познакомить рязанцев поближе с этим модным направлением гастрономии. Началось знакомство вслепую. Посетителям предложили попробовать блюдо с закрытыми глазами и угадать, что же такое они едят. Все очень вкусно. Все очень вкусно. Как ты это будешь есть? Я просто... Вы просто понюхали сначала. Чем же пахнет? Специи точно какие-то есть. Ты глазки-то не открывай, ты закрывай, все-таки закрытыми глазами ты должен. Пробуй, пробуй, давай. Раз. Что за соус? Что такое? Что же это такое? Кто не знает, что это? Все трудняется, очень вкусно. Очень вкусно, но как бы в любом случае тебе нравится. Петрушка, да, в каком-то соусе. Соус сложный. Ну, молодец, в любом случае. Открывай глаза, да, это, конечно же, была, естественно, капуста. Петрушка-то угадал. И специальный соус от нашего прекрасного шеф-повара. Оказалось, что этот соус был сделан из обычной свеклы. Однако сказать с точностью, из чего приготовлено то или иное блюдо в молекулярной кухне достаточно сложно. Ведь с помощью различных технологий и приспособлений может измениться не только консистенция продукта, но и цвет, и даже вкус. Ну, это специальные такие приправы, там, порошки, которые, ну, с вмешательством их получается так же вот цвет, образно, вкус, запах и так далее. Возникает резонный вопрос, не вредна ли молекулярная кухня? Если бы это было вредно, это бы не стали бы запускать в меню во всех ресторанах. Ну, не во всех, есть же специализированные рестораны, которые специализируются именно на молекулярной кухне. Иван доказал это. На наших глазах кусок обычной горбуши из нежно-розового превратился в фиолетовый. Кстати, химия тут ни при чем. Все дело в свекле, в которой эта рыба вымачивалась на протяжении получаса. Вымачиваете свеклу, вбиваете в блендере в варенье, это чесночка, счастливый, нежный вкус получает. Крем-бальзамик свеклый, ну, он не продается нигде. Я его придумал сам, что он не дам. Где-то он делается в бальзамик белого цвета. Опять же, судьбойный фреш, это все вымаривается. Еще одно необычное блюдо, приготовленное московским профессионалом – суп из раковых шеек. И вроде бы все ясно и понятно – раковые шейки, яблоки, сельдерей. Но вот вкус нежного мусса, в котором купаются эти продукты, описанию не поддается. Одним словом – молекулярная кухня. Ну, а сейчас настало время нашей постоянной рубрики, где мы рассказываем вам о домашних питомцах. И в нашей сегодняшней программе мы расскажем, пожалуй, об одной из самых удивительных пород кошек – о канадских сфинксах. Эти животные мало напоминают привычных нам кошек. Полное отсутствие шерсти, мордочки с обилием морщинок, большие уши и собачья преданность. Все это канадский сфинкс. Многие думают, что название этой породы связано со страной ее происхождения. Однако сфинксы никакого отношения к Египту не имеют. А такое название порода получила из-за того, что в древних гробницах часто находили изображения голых кошек. Однако если они и существовали раньше в Древнем Египте, то до наших времен они не дожили. История же породы канадских сфинксов совсем недавняя. А началось все с того, что в Канаде был найден котенок, у которого полностью отсутствовала шерсть. Его на протяжении длительного времени лечили от лишая. Думали, что это у него, в общем-то, лишай. Потом в итоге поняли, что это просто у него отсутствие шерсти, физиологическое, естественное для него. Когда он попал на глаза заводчику, занимающемуся другой породой, тот заинтересовался и стал целенаправленно в этой местности искать голеньких котят. Были найдены сестренки этого мальчика. Мальчик, потому что к тому времени был уже кастрирован, работать с ним было нельзя. И именно с этих вот голых девочек началась история породы. В процессе ее развития происходило скрещивание с породами американская короткошерстная, с девонрексами, потому что пул исконный мутантов природных, как бы голеньких, был очень маленький, поэтому было необходимо вливать новые крови. Татьяна – один из немногих заводчиков сфинксов в Рязани. Увлеклась она этой породой случайно. Просто понравилась фото котенка и захотелось купить именно эту кошечку. Ну а потом она просто влюбилась в породу и решила заняться ее разведением всерьез. Для этого, конечно же, пришлось пройти обучение, ведь профессиональная работа с породой невозможна без знаний. Питомник создается ведь не для того, чтобы получать определенное количество котят или прибыль, как многие думают. Работа питомника состоит в том, чтобы улучшать породу, чтобы получать животных более здоровых, более гармоничных, соответствующих максимально стандарту породы, развивать ее. Поэтому продажа котят, она для заводчика, для хорошего – это беда. В общем-то, потому что с ними очень тяжело расставаться, дети живут с нами долго, как минимум до трех месяцев, пока не закончится вакцинация. И, в общем-то, это неизбежное зло для нас. Кажется, Татьяна может часами говорить о своих питомцах. И действительно, в них невозможно не влюбиться. Как и все породы, сфинксы обладают присущими только им чертами характера. Мэн-кун – это как бы ленивый немножечко и очень уверенный, спокойный в себе гигант. А бессинец – это обезьянка. Двеслоухи – это такие, как персидская порода, это подушки диванные, которые, в общем-то, переходят просто с места на место, меняют дислокацию, но предпочитают пассивный образ жизни. Сфинкс – это вечный ребенок. И сфинксы как раз, они великолепно подходят людям, которые любят детей. Они очень сильно привязаны к своим хозяевам. И это именно любовь такая, скорее, ее можно сравнить либо с собачьей привязанностью к хозяину, либо с любовью именно ребенка к матери. Они обнимаются, они целуются, они встречают вас с работы, лезут в сумку посмотреть, что вы принесли им вкусного или какую игрушку вы купили. Тяжело очень переживают разлуку, с удовольствием путешествуют со своими владельцами на любом транспорте. То есть им главное, чтобы рядом был любимый человек. Татьяна говорит, что эта порода абсолютно лишена агрессивности. И слухи о том, что сфинксы бывают злобными, не имеют под собой реальной почвы. Правда в том, что сейчас эта порода становится очень модной, и как следствие появляются люди, которые делают на этом деньги. Конечно, они не озабочены, как настоящие заводчики, воспитанием животных определенных качеств. А ведь именно это в сфинксах самое главное. Они могут ужиться абсолютно с кем угодно. Они замечательно дружат с морскими свинками, с крысками, с птичками, с замечательными друзьями для собак и партнеры для детей в играх. А еще это невероятно умные животные и чуть ли не единственная порода кошек, которая поддается дрессировке. Кот у нас, когда остается один, может достать пульт от телевизора, включить себе его и смотреть с удовольствием. Очень любят интеллектуальные игрушки. Есть сейчас такие интерактивные всякие, где нужно из коробочек, там, может сделать что-то, доставать какие-то, мячики по лабиринтам гонять. Прекрасно понимают человеческую речь. И по своей натуре, я уже говорила, кажется, они больше похожи на собак. Вот такие удивительные кошки. Если вы давно мечтали о верном, ласковом друге, то стоит задуматься над тем, чтобы завести именно канадского сфинкса. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова